МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый выпуск программы «Среда» о памятниках революции, расположенных в Ульяновской области. Совсем скоро главный праздник всех коммунистов России. 7 ноября. В каком состоянии некогда главные материальные и культурные объекты сохраняются ли? В преддверии 102-й годовщины со времен Великой Октябрьской революции программа «Среда» решила объехать памятники, связанные с тем временем, чтобы посмотреть, насколько жива сейчас революционная память. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разговаривать о сохранении истории сейчас принято много. На государственном и региональном уровнях эта задача вроде бы выполняется. Идет ремонт мем-центра, из федерального бюджета выделено 2 с лишним миллиарда рублей. Губернатор Сергей Морозов лично контролирует выполнение работ. Там вот сейчас отливают, уже выставляется дальше следующий этап, следующие захватки по подвесным потолкам, то есть опалубка ставится. Специальными насосами туда будет подаваться рассловка. Ну, естественно, все делается новое. И, естественно, все делается ровно. Отремонтировать памятный комплекс вождю мирового пролетариата задача очень сложная. За 50 лет со дня постройки здание обветшало. Кроме того, место, где оно расположено, обладает оползневыми свойствами. Именно поэтому эту стройку некогда вел весь Союз Советских Социалистических Республик. Несмотря на грандиозность задачи, регион с ремонтом успешно справляется. Но этот памятник революции Ленину не единственный в регионе. Есть памятники идеологам марксизма-ленинизма. Есть памятники людям, отстаивавшим свое право, как они его понимали, называться свободными. Есть очень много таких, известных на всю Россию, да и маленьких локальных имен. Как относятся к этой части памяти? О боях, шедших на станции Охотничья, еще полвека назад ходили легенды. А каждый мальчишка из окрестных сел был обладателем гильз, осколков, обломков оружия. В советское время все эти точки боев были увековечены. Где-то простой мемориальной плитой, как на станции. Где-то более монументальными сооружениями, как, например, на месте братского захоронения бойцов железной дивизии, близ станции. 11 сентября 1918 года в окрестностях этого места происходило грандиознейшее сражение, на сто лет вперед определившее судьбу Симбирска и Симбирской губернии. Ныне это место находится в запустении, несмотря на то, что на барельефе написано «Вечная слава героям железной дивизии, павшим в боях за свободу социалистической родины». Но вечная слава – это не вечная память, поэтому ныне мемориальный комплекс в запустении. Здесь еще убирают мусор, еще косят вокруг траву. Иногда его белят, но это только раз в году. В советские времена все было иначе. Мы ходили часто, ну как бы вот как субботник делать, потому что там кто будет еще, правильно, как не дети. Тем более все равно это нужно привлекать. Вот ходили, наводили порядок, то есть весной и вот как бы как поминать. Ну там вот есть же там, допустим, освобождение, там вот все ходили, прибирали, вложили цветы. Памятник не только чаще посещали и убирали прилегающую к нему территорию. Его ремонтировали. Теперь это делать некому. Местные жители и местная власть делают все, на что хватает их ресурсов. И в этой связи возникает дилемма. Местная власть слишком бедна, региональная слишком занята. Неужели не осталось верных сынов советской истории? Региональные коммунисты, наследники КПСС, КПРФ, играют в революцию, как умеют. Они скандалят на заседаниях, блокируют принятие важнейших для благосостояния жителей региона решений. Но они совсем не помнят истории. Наши деды были коммунистами, которые равнялись даже в повседневном поведении на память о Владимире Ильиче Ленне. Поэтому стремились быть интеллигентными интеллектуалами, побеждать в спорах не кулаками, а интеллектом. Нынешние коммунисты – мастера только бунтовать народ, устраивать шествия, кричать, бузить и ни за что не отвечать. Видно, что для местных жителей это место остается священным. Они стараются ухаживать за ним, но видно же, что у них не хватает на это денег, не хватает, возможно, сил. Памятник понемногу обваливается. Но региональные коммунисты, разве не могут они придать ему былой размах и былую стать этому месту? Они предпочитают делить бюджетные деньги и устраивать скандалы на заседаниях ЗСО. КПРФ, хоть и финансируется из государственной казны, тем не менее огромными средствами не располагает. Однако не лучше ли, чем привозить бузатеров из Саратова для эпатажных акций возле зданий государственной власти, собрать соратников и выехать по селам региона, поправить памятники, покосить траву, собрать мусор возле памятных мест, которые должны чтить, как никто. Памятники, связанные с Великой Отечественной войной, поменяла, установила и ухаживает региональная власть. Всему, что связано с Великой Отечественной войной, честь и место. Там, где стоят даты 1941-1945, всегда есть ремонт, всегда есть уход. Памятники советскому прошлому по области находятся в плачевном состоянии. На самом деле за ними никто толком не ухаживает. Их красят синей трансформаторной краской, они выглядят, как трансформаторные будки. Почти нечитабельно то, что написано на табличке. Никому недорога эта память? Но ведь многие люди, которые называют себя современными коммунистами, говорят, что память о советском прошлом им дорога. Почему они не здесь? Почему они не ухаживают за этими очень важными памятниками? Памятник коммунисту Цветкову, как и его могила, расположены прямо в центре села Тагай. За памятником ухаживают работники детского сада, на территории которого он находится. Во всем, что находится внутри территории, огороженной забором, видны заботливые руки коллектива. Однако с улицы он выглядит вот так. Революция, гражданская война, интервенты, Первая мировая – события, повлиявшие на судьбу каждого, без исключения гражданина той и этой России. Народ своих героев еще помнит, но от политики о них понемногу забывают. В поле зрения только небольшой список ключевых фигур. И история понемногу перестает быть всенародной, превращаясь в отвлеченный, написанный кем-то в учебнике, текст. Подобные памятники есть в каждом селе. Возможно, кто-то скажет, это малая, незначительная, очень локальная часть истории региона, но это часть истории нашего региона. И для того, чтобы сохранить региональную идентичность, эти памятники должны быть ухожены. Люди должны знать о том, кто и почему похоронен здесь. Мы объехали не весь регион, но и того, что мы увидели, стало достаточно, чтобы сделать вывод. Память о коммунистах еще пытается сохранить только власть. Местная, региональная, государственная. А КПРФ не замечает даже памятник человеку, которого Ленин считал своим учителем, по теоретическим выкладкам которого был создан так любимый народом советский строй. КОНЕЦ